МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Сегодня в эфире состоялась заключительная встреча Национального собрания Западной Армении. Тема дня с Грекором Амирзаяном. Посол Грузии восточной Армении надеется, что Баку и Еревану удастся заключить мирное соглашение в 2024 году. Десять детей, насильственно перемещенных из Арцаха, в настоящее время находятся в центре помощи Нарек Макарчан. Культурные достижения Джавахка в 2023 году. Трехязычное мобильное приложение АНИ. Презентация трехязычной книги с картинками Арцах на спеде под угрозой исчезновения. Депутаты из разных стран приняли участие в завершающей онлайн-встрече текущего года Национального собрания Западной Армении. На встрече присутствовали президент Западной Армении Армена Кабарамян и премьер-министр Седа Меликян. На заседании выступил Армена Кабарамян, который завершил выступление новогодними пожеланиями Западной Армении и армянскому народу. Год для Западной Армении был плодотворным. Состоялись ряд важных официальных-неофициальных встреч, в результате которых были достигнуты важные договоренности. Важным событием года были парламентские выборы Западной Армении. В течение 2023 года с различных международных трибун президент Западной Армении Армена Кабарамян и министр иностранных дел Лидия Маркусян выступили с заявлениями, которые касаются как Западной Армении, так и Арцаха. Защита прав на международной арене стала ориентиром и вопросом чести для Западной Армении. На основе заявлений и просьб армян Арцаха в Европейском суде против Баку были возбуждены судебные процессы по разным направлениям. Депутат Национального собрания Западной Армении 3-го созыва Григор Амирзаян в своем микроблоге сообщает, что российские миротворцы останутся в Арцахе до ноября 2025 года. Амирзаян отмечает, что Джейхум Байрамов говорил на последнем брифинге Министерства о дальнейшей судьбе России. Грузия продолжает активные посреднические усилия между Баку и Арменией. Как сообщает АПА, об этом в беседе с журналистами после слушаний, состоявшихся в Комитете по внешним связям парламента Грузии, заявил посол Грузии в Азербайджане Зураб Паттарадзе. Он отметил, что посредничество будет продолжено с участием представителей различных госструктур Грузии, в первую очередь премьер-министра Ираклия Гарибашвили, чтобы раз и навсегда установить мир в регионе. Посол добавил, что на слушаниях в Комитете неоднократно упоминалась инициатива добрососедства премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Я уверен, что при поддержке нашего правительства и нашей большой команды мы добьемся результата. Паттарадзе добавил, что достижение соглашения между Азербайджаном и Арменией об обмене задержанных лиц при посредничестве премьер-министра Ираклия Гарибашвили является первым этапом посредничества Грузии. После этого в Двилиси встретились министры иностранных дел трех стран. Наконец, премьер-министр Азербайджана Али Асадов и премьер-министр Армении Никол Пашинян совершили визит в Двилиси для участия в Двилисском форуме «Шелкового пути». И в это время грузинская сторона имела возможность продолжить диалог в данном направлении. Я считаю, что очень важно продолжать эти процессы. В следующем году произойдут очень важные изменения, и вы станете свидетелями всех этих процессов. Посол Грузии в Армении Георгий Шарвашидзе заявил в беседе с журналистами после слушания состоявшегося в Комитете по внешним связям парламента Грузии «Мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном продолжаются на всех уровнях». Он отметил, что обе страны положительно отнеслись к проекту «Инициатива добрососедства премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили» и работа в этом формате продолжается. Уже проведен ряд встреч, и я уверен, что встречи будут продолжены. Работа в этом формате продолжается. Дипломат выразил надежду, что сторонам удастся заключить мирные соглашения в 2024 году. Десять детей, насильственно перемещенных из Арцаха и оставшихся без попечения родителей, в настоящее время находятся в учреждениях по опеке Восточной Армении. Об этом на итоговой прессе с конференцией в гонимонитарном центре сообщил министр труда и социальных вопросов Восточной Армении Нарек Макарчан. В учреждениях также находится около ста одиноких пожилых людей, насильственно перемещенных из Арцаха, которые, по заверению министра, получают все услуги, доступные гражданам Восточной Армении. Что касается вынужденных переселенцев с ограниченными возможностями из Арцаха, то, по словам Макарчана, граждане, впервые обратившиеся за прохождением экспертизы, пройдут новую действующую в Восточной Армении оценку функциональности. Граждане, которые обращаются не в первый раз, пройдут повторную экспертизу в установленном порядке, получат соответствующее назначение, после чего через сертифицированное в Министерстве организации получат соответствующие вспомогательные средства, инвалидные коляски, ходунки, ортопедические протезы и прочее, подчеркнул министр. Напомним, 19 сентября Бакун начал широкомасштабное наступление на Арцах. По имеющимся данным, число жертв вследствие азербайджанской агрессии превышает 220 человек. 20 сентября правительство Арцах приняло предложение о прекращении огня. 21 сентября представители Степанакерта и Баку встретились в Евлахе, 25 сентября в Иваняне, 29 сентября вновь в Евлахе. 24 сентября началась принудительная депортация арцакцев. По последним данным, 101 848 человек, насильственно перемещенных из Арцаха в Восточную Армению, зарегистрированы и индифицированы. 2023 год выдался плодородным для муниципалитета в сфере культуры. Ученики музыкальной и художественной школы Джавахка, а также танцевальные ансамбли муниципалитета принесли различные победы в муниципалитет. Ансамбль Джавах под руководством Ламары Кспоям в этом году принял участие в около 10 фестивалях, как в Ахалкалаке, фестивале «Джавахетская весна», национального костюма, День Дживани, День независимости, Международный день танца, фестиваль декламации и другие праздники, так и в других городах Грузии, Бакуриане, Кабулете и Тбилиси. Недавно с 9 по 19 декабря ансамбль побывал в ОАЭ, получив там диплопы и кубки. Наибольшим достижением в сфере культуры директор Дома культуры Джавахка Али Каспоян считает то, что во многих селах, даже тех, где нет сельского клуба, на постоянной основе действуют танцевальные ансамбли. Они участвуют не только в Ереване и Тбилиси на фестивалях, но едут также за границу. В этом году ансамбль села Кумурдо поехал в Болгарию, отметил Каспоян. Семь руководителей сельских ансамблей муниципалитета получили золотые медали от Союза танцевального искусства. Еще четыре руководителя ордены. Художественная школа Джавахка в этом году приняла участие в фестивале в Тель-Авив праздник Георгоба, откуда ученики вернулись с почетными дипломами. Школа провела многочисленные выставки в Джавахке как у себя, так и на других мероприятиях, несмотря на то, что около четырех месяцев в школе шел ремонт. Для музыкальной школы Джавахка 2023 год был также плодотворным. Воспитанники школы приняли участие в фестивале «Звезды будущего» в Батуми, где играли с оркестром. Там у школы было три лауреата и два призера, а также один приз симпатии жюри. Кроме того, в Париж из Грузии поехали четыре музыканта. В средине двое воспитанников музыкальной школы Джавахка – Арсен Карапетян и Анаид Стельмашова. Ансамбль «Мурджи» подводит итоги года как удачный. В этом году у ансамбля новый репертуар. Они провели премьеры новых постановок. Также ансамбль принял участие в международном фестивале в Анталии, где были представители 12 стран, 32 ансамбля. Кроме того, «Мурджи» участвовал в фестивале в Саирме, где получил путевку на участие в фестивале во Франции. Они – единственные из Грузии, кто поедет на данный международный фестиваль в Париж. Важным достижением года руководитель ансамбла Георгий Метре Вели считает то, что младшая группа впервые вышла на большую сцену. Разработано мобильное приложение, которое рассказывает об истории и архитектуре города Ани, известного как сказочная столица армянской истории, имеющего многовековую историю, соединяющую караванные пути Востока с Западом, при поддержке базирующегося в Португалии фонда Галуста Гюльбек-Кианна и базирующегося в США Всемирного фонда памятников на проекта мобильного приложения Ани собрались многочисленные эксперты, археологи, историки искусства, архитекторы и фотографы из Армении, США и Европы. В приложении на турецком, армянском и английских языках пользователю представляется информация о городе Ани и его окрестностях с заголовками «История архитектуры», «История искусства» и «Работы по сохранению». Четыре основных маршрута, проложенных на основе расположения различных сооружений города Ани, дают возможность посетить и познакомиться с древним городом Ани. Пользователи также могут создавать свои собственные маршруты. Контент содержит словарь архитектурных терминов для лучшего понимания исторических и архитектурных текстов, библиографию, проливающую свет на более всесторонние исследования, также небольшой тестовой раздел, подготовленный для пользователей, желающих проверить свои знания Аубани. Виртуальный гид также включает информацию о времени посещения, транспорте и доступности. В Институте истории состоялась презентация трехязычной книги с картинками о рцах наследия, находящейся под угрозой исчезновения. Книга была опубликована по инициативе офисов Всеармянского фонда Армении и Арцаха. Иллюстрированную книгу составил заместитель директора фонда Рафик Куртошан. Книга опубликована при сотрудничестве с Государственной службой по охране исторической среды Министерства ОНКС Арцаха. На презентации выступили член Всеармянского фонда Аэстан Арташер Сахбазян, доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент Ашот Мелкунян, директор Ереванского офиса Всеармянского фонда Аэстан Рузан Аракелян, доктор исторических наук, профессор Ваграм Балаян, составитель Рафик Куртошан, директор Арцахского офиса Всеармянского фонда Аэстан Эрмине Абакян, этнограф Лерни Кованисян, специалист по памятникам Слава Сарксян, бывший министр ОНКС Арцаха Люсине Караханян. Присутствующие подчеркнули важность существования книги как еще одного средства противодействия лживой пропаганде, осуществляемой противником. Иллюстрация включает армянское историко-архитектурное наследие, оставшееся на территориях, оккупированных Азербайджаном в результате 44-дневной войны в Арцахе. Это первый том книги с картинками. Второй том, который находится еще в процессе, будет включать историко-культурное наследие оставшихся из территории Арцаха в результате насильственной депортации в конце сентября. Завершился последний новостной блок текущего года. Государственное телевидение Западной Армении искренне желает телезрителям в будущем году здоровья, добра и успехов. Хочется пожелать в будущем году великому армянскому народу побольше добрых и позитивных новостей. Пусть сбываются все мечты. С наступающим Новым годом! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok